Этот автомобиль хочется рассматривать руками, трогать, вертеть. Но главное, ты не боишься его сломать, потому что сделано все на совесть. Хотя я не боишься сломать. Внешность очень странная для простого обывателя. Я даже больше скажу. Она была необычной в те годы, когда компания пионера авиации Габриэля Вуазена, Avions Voisen, была известна далеко за пределами Франции. Если честно, именно Франция до Второй мировой войны была законодателем автомобильной моды и лаборатории технологических решений, повлиявших на мир. Он странен во всем. Хотя бы взять нежность. Он какой-то продавленный, низкий. Ко всему прочему, кузов сделан из алюминия. Ну, кроме рамы, конечно. И опять начинается дождь. Вуазен С-14. 1930 года постройки из коллекции Камышмаш. Ретро-галерея ресторана Лекалин. Уникален тем, что это оригинальная машина. Практически не реставрированная. Что с ней делали, расскажу позже. Еще пару слов про необычную внешность и забудем. К ее созданию приложил руку никто иной, как Анри Лефевр. Друг и соратник Вуазена. Именно Лефевр позже будет участвовать в создании Citroёn Attraction Avant E2CV. Но это будет потом. А сейчас это верный соратник Габриэля. Ну что, как я говорил, пошел дождь. Кстати, Лефевр также связан с авиацией. Он в первую очередь конструктор самолетов. И для него главное безопасность и управляемость. Именно для этого тут стоят ящики. Они улучшают развесовку по осям. Это запатентованное изобретение. Помимо чемодана, здесь снизу есть еще ящичек, который открывается специальным ключиком. Ну как открывается? Откручивается. Опачки. О, пенал для инструментов. Обратите внимание на поворотник. Это просто лампочка. Но как сделано изящно? Есть, конечно же, багажник. Что для автомобилей той эпохи была достаточно большая редкость. И он вместительный. Картоху возить. Еще из интересного. Обратите внимание, что у задней спинки есть петли. Это значит, что задняя спинка и складывается, и снимается. Еще из интересного. Ну, правда, тут не сохранилась подсветка номера. Но посмотрите, как решен вариант снятия клемм, чтобы снимать запаску. Потому что, чтобы добраться до аккумулятора, надо снять запаску. И чтобы не раскручивать провода, сделаны вот такие фишечки. Вот это барашек. Это барашек массы. Ну, вот такое решение. Еще из интересного. Здесь стоит диностартер. Ну, то есть он и стартер, он и генератор спереди. Через него же кривым стартером и крутят, если что. И также здесь стоят фишечки. Видите, когда вы снимаете крылья, не надо заморачиваться с проводкой от оптики. Диски. Вы думаете, они штампованные? Неа. Это спицевые колеса. Просто с каждой стороны стоит аэродинамическая накладка. Вот здесь хорошо видно, одна потеряна. Ключик зажигания утопили, повернули. Выжили сцепление. Проверили нейтралку. Ну, так на всякий случай. И нажимаем кнопочку стартера. И слушаем. Самое главное, слушаем, как вращается стартер. Вы его слышали? И я его не слышал. А теперь магия для молодых пацанов. Здесь есть спортивный глушитель и обычный глушитель. Открываем флажочек. Закрываем флажочек. И мы становимся респектабельными сэрами, там, я не знаю, донами. Красота. Но мы никуда не едем. Пока. Дождь. Вот этот мотор. Вы такой точно не видели, а многие про него даже не знают. Это двигатель Найта. Золотниковый. У него нет клапанов. Газораспределительный механизм есть, а клапанов нет. Зато есть два коленвала. Один выполняет роль распредвала. И толкает гильзы внутри цилиндра. А внутри гильз ходит поршень. И когда отверстие на этих гильзах совпадает с впускным или выпускным коллектором, соответственно, происходит сам момент. И еще этот двигатель термосифонный. Здесь нету ни помпы, соответственно, и вентилятора-радиатора тоже не имеется. В этом автомобиле столько технологических гениальных решений, что многие они умерли вместе с Вуазеном. Еще из интересных особенностей. Здесь стоит комплект дополнительных свечей. Зачем? Потому что двигатель любит масло. И он часто закидывает свечи. И чтобы не мучиться на трассе, есть комплект. К тому же сверху стоит вот такая вот пепельница. Для того, чтобы доливать масло в коробку. Мотор Найта считался надежным, мощным и бесшумным по сравнению с привычными нам. В 1920-х и даже 30-х годах механизмы Найта были во много раз долговечнее клапанных механизмов, но он был сложен в производстве и обслуживании. К тому же мотор страдал повышенным расходом масла и затрудненным холодным пуском. А ко всему прочему, если начинало течь, текло вечно. Да и обычные моторы развивались стремительно, а Найта перся в технологическую стену. Это аукнул с реставратором Камыш-Маш. Сложность, эксклюзивность автомобиля заставила мастеров многие детали сделать заново. А это и элементы двигателя коробки передач. Не существует в мире магазина по торговле комплектующими в УАЗе. Найти чертежи практически невозможно. А машина должна ехать. А в автомобиле должны были сохраниться оригинальные элементы по максимуму. Мне кажется, задача выполнена. Салон надо рассматривать отдельно. И я сяду с другой стороны водителя, пассажирского места. Все салоны были отделаны в стиле арт-деко. Веселенькие салоны. Тканевая отделка везде. Почему не кожа? Не знаю. Наверное, так жизнерадостней. Очень высокая линия остекления. Сзади сидеть так же комфортно, как и спереди. Даже комфортнее. Да, материалы отделочные, веселенькие. Сразу скажу, машина в оригинале. Поэтому немножечко все поблекшее. Но у вас-то есть фантазия. Что еще? Видите, как в самолетах для планшетов. Ну, для карт имеется в виду. Можно всякий скарб подвешивать. Классно. Зеркало. Видите, как? Прикручено болтами. Ну, честно говоря, назад и так ничего не видно. Из интересных особенностей. С правой стороны кармашки для инструментов. Приборы. В милях? Нет, километры. Да, в километрах. Амперметр. Это флажок опережения зажигания. Это, соответственно, включение зажигания. И включение осветительных приборов световых. Еще откидывается лобовое стекло. Незначительно, но можно это сделать, ну, чтобы совсем жарко не было. И видите, как все продумано. Даже есть маленький рычажочек. Из интересного. В данном автомобиле чуть-чуть заниженная крыша. В идеале она выше. Это сделано для того, чтобы машина, наверное, смотрелась более динамично, более скоростно. Еще интересная вещь. Смотрите, как работают механизмы открывания дверей. Как я уже говорил, для того, чтобы машина была более низкая, более устойчивая, пришлось опустить на кузов раму. И как был решен вариант для того, чтобы пассажиры заднего дивана не подпирали себя коленками. Сделаны выемки корыца. При этом сзади сидеть, я вам скажу, и по потолку, и по посадке одно удовольствие. И самое главное, ты видишь выше, чем впереди сидящие люди. На капоте красуется курица. Ее так и называли. Вуазену это не нравилось. Она сделана из обрезков алюминия. Исклепана теми же клепками, что и склепан этот автомобиль. Рационализм во всем. Вторая мировая, как и многим, нарушила планы. Последний автомобиль с именем Вуазен был выпущен в 1949 году. Это был микрокар, в котором нуждалась Европа. Но по сути, это был финал славной карьеры, прославленного пионера воздухоплавания и увлеченного автомобилестроителя Габриэля Вуазена. А закончить хочу словами Габриэля Вуазена. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, мать, просто накатила. Вот его слова. Вуазен это выбор элиты, потому что нет ничего лучше. Это выбор спортсменов, потому что нет ничего быстрее. И это выбор женщин, потому что нет ничего красивее. Самоуверенно, но я с ним согласен. Субтитры создавал DimaTorzok В те годы были популярны гонки на скорость. Но у Вуазена что-то не получилось. Звезды сходились не так. Побеждалось плохо. Результаты были хорошие, но... И он решил избрать другую тактику. Зачем гонять на время и недалеко, когда можно уехать очень далеко и достаточно быстро? Вуазен начинает ставить мировые рекорды выносливости. Уютно, комфортно, но обзорный. С таким огромным капотом действительно хочется сидеть повыше. И ощущение действительно, как будто ты едешь в маленьком странном самолете. Едешь, летишь. Звук двигателя необычный. Ну и дымит, конечно. Тянет, но дымит. И это нормально. Тут стоит особенный двигатель. Вот его цифры. Мотор четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, объемом 2327 кубических сантиметров. 66 лошадиных сил при 4400 оборотах в минуту. Интересная особенность, что родился он четырехцилиндровым. Потом ему добавили еще два горшка. Карбюратор Zenit 36. Больше я ничего про него не нашел. Даже паспортный расход топлива. Рессорная подвеска всех колес очень уверена на выбоинах. Она для них и рождалась. Правда, вместо амортизаторов там стоят фрикционные демпферы. Такие технологические прадедушки амортизаторов. Не покидает ощущение этажерки. Все немного поскрипывает, постановает, слышен ветер. Но все это душа автомобиля. И мне кажется, я сам сижу и выдумываю звуки. Но в принципе, в принципе, очень классно. Ощущение карета не покидает. Казалось бы, машина рессорная, но нет вот этой мягкости, валкости. Если так можно выразиться, тут спортивная рессорная подвеска. С-14 по дороге стелется. Во имя хорошей аэродинамики тут установлены колпаки. Тут абсолютно плоское ровное днище автомобиля. Кто-то скажет, что с таким капотом какая сопротивляемость ветру. Ну да. Но ведь старались же. Коробка, естественно, ручная, трехступенчатая. Но она такая замороченная. Во-первых, она с преселектом катал. Переключалка вот на руле. Во-вторых, эта конструкция имеет двухступенчатый электромагнитный механизм на каждой скорости. То есть получается с овердрайвом. То есть получается шесть скоростей. А еще Вуазин тормозит на уровне современных автомобилей. Ну ладно, десятилетней давности. Все дело в усилителе Девандер. Его придумал Луи Рено, усовершенствовал Девандер, а патент выкупил Бош и стал клепать под своим именем буржуи как есть. Как вы знаете, благородное Мюсье, там используется вакуум, возникающий во впускном тракте двигателя. При нажатии педали тормоза разрежение воздействует на тормозной цилиндр, повышая эффективность торможения. К усилию развиваемому водителям добавлялось еще порядка 30 килограммов, в результате чего тормозной путь сокращался на 30%. Интересно, что такая система в первую очередь ставилась на тяжелые машины. Грузовики, скажем. А тут полная масса 1310 килограммов. Я вам скажу один умный вещь, только вы не обижаетесь. Хотите полностью прочувствовать прелесть езды на старых американских автомобилях? В легкую. Садитесь на 51-й газон и так часика два по проселку. Это вот один в один. Все то же самое. Как под копирку сделано. Поэтому Лухарь Америка это просто визуальное счастье. Лухарь Америка Так. Да, ты его нажми и поверни. Ага. Это? Нет, вот это да. А это что? А мы сейчас говорим не помню. А это? Не знаю. А это? Это предохранитель. Хорошо. Ну давай попробуем. Нет, нет. Жать на газ нельзя. Да не надо, сейчас пробим так. Да ладно, мне завелся. Оглушить им же. Оглушить ключом. Шикарно. Да вам шикарно. Вы мастер. Правда, мастер. Я еще не ездил, дадим. Ну, тогда беги. Давай, было все это. А теперь, так сказать, официальный дубль. Что, все, что ли, приехали? Давай. Так даю. Сильнее? Куда, б***ь, сильнее-то? Вот, ничего не происходит. Как будто кнопочка отрывянула. Да? Сейчас, давай. КОНЕЦ Сильнее.